В Казахстане собрались ветераны Великой Отечественной войны со всего СНГ. Масштабный и уже восьмой по счету форум победителей впервые встречала Астана. Площадка уже не в первый раз объединяет сотни единомышленников различных государств. На этот раз участники обсудили актуальные проблемы изучения истории о Великой Отечественной войне, необходимость формирования патриотизма среди молодежи, а также образ победы в культуре современности. Делегации Казахстана, России, Беларуси, Украины и других стран СНГ сегодня на одной диалоговой площадке. Пропустить масштабный форум победителей не смогло ни одно государство-содружество. С утра участники почтили память павших солдат минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню на площади защитников Отечества. 27 миллионов погибших тогда. Казахстан тоже внес свою такую горькую лепту вот в это число. Одних казахов погибло 350 тысяч человек, хотя ни одна граната, ни одна бомба не упала тогда на территорию Казахстана. Сотни участников и одна цель – избежать повтора событий прошлых лет. Слишком много потери на жизни, слишком высокая плата за мир. Сохранить его должны следующие поколения, так считают ветераны. Несмотря на преклонный возраст, они нашли в себе силы приехать на форум победителей и участвовать в церемонии возложения цветов. Для ветеранов важно сказать нужные слова молодежи. Молодежь должна, как говорится, знать свою родину, своих дедов, прадедов своих. Всегда, как говорится, помнить своих дедов, прадедов, правдников. Любить свою родину. Какие бы ни были трудности, все это надо пережить. У нас эта каждая клеточка сегодня работает, когда вспоминаешь те тяжелейшие времена войны, которые мы пережили. И мы бы хотели, чтобы никогда, ни вам, ни те, что после вас будете, чтобы они никогда этого не испытывали. Как и Василий Клюй, все ветераны сегодня призывали участников жить в мире. Также прозвучали приветственные слова, направленные от Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Отмечу, это не первый подобный форум. Ранее он проводился в Туапсе, Москве, Курске, Владикавказе и Волгограде. По словам организаторов, Астана выбрана не случайно, ведь миллионы казахстанцев. В годы войны показали величайшую стойкость, беспримерный героизм и преданность общей родине. Тысячи погибли, сражаясь за родную землю. Жанар Владова, Даурен Умбиталиев, Хабар, 24, Астана.